Всем привет! Не мог я в такой исторический день не записать видео свое. Я смотрел на гурацию президента, и я тот человек, который не смотрел «Слугу народа». Я не знаю, много ли таких в Украине, которые его не смотрели, но да, был некий эффект красивого, на самом деле, красивого и доброго кино, которое увидеть хотелось бы на протяжении пяти лет, потому что шел молодой человек, на которого приятно смотреть, шел по-простому, подходил к народу, народу прессу, не было какой-то излишней символики. Отметил ребят «Переверни флаг», и, кстати, хочу сказать тоже, что я поддерживаю идею того, что стоит поменять местами цвета в украинском флаге, и стоит также изменить гимн. И шел тот человек, на которого было приятно смотреть, которому была поддержка народа. Люди были, которые за него голосовали, которые голосуя за него, голосовали против Порошенко, потому что на него надеялись. И человек, который заходил в Верховную Раду, такую надежду подавал. Не упало никакого флага, не упал солдат, да, там какой-то был инцидент с президентским удостоверением, я, правда, не знаю, его не видел. Ужасно просто был хор. Да, прикольно петь под баян, прикольно в украинских традициях, но не для такой церемонии, потому что, когда вносили президента регалии, у меня создалось такое ощущение, что я смотрю мультик, как казаки. Потому что вот в такой, настолько шутливой форме это все играло, что добавило все-таки какого-то комедианца. Я думаю, что это было сделано специально. Также было заметно, насколько затягивалась церемония, когда называли всех, настолько присутствующих. Вот мне интересно, что там Зеленский стоял под дверью, наверное, ждал минут 10, прежде чем все-таки объявят его вход. Вот, в зал речь была классная, речь была достойная. Вопрос тут только в том, что из этой речи будет. По крайней мере, мне было приятно слышать то, что президент обратился к украинцам, призвал возвращаться, то, что нужны их знания, нужны их умения. И, конечно, хотелось бы, конечно, посмотреть, найдется ли нужное применение специалистам, которые готовы вернуться в Украину, которые готовы там работать, могут ли они получить достойную оплату труда. Естественно, важны были слова, сказанные о том, что нужно менять пленных. И как первый шаг к завершению войны на Донбассе, который Зеленский тоже пообещал, решить конфликт, что крайне важно сейчас для нашей страны. За это, конечно, тоже большой и огромный плюс. Когда он перешел на русский язык, многим это было приятно. Здесь вот у меня со стороны человек, который за него не голосовал, благодаря Петру Алексеевичу, который не дал возможность в России проголосовать, но помню, где-то было около 4 миллионов человек, я за него не голосовал, но, по крайней мере, очень много людей, которые надеются на то, что они смогут продолжать свободно жить на русском языке, именно жить. Голоса Владимиру Александровичу отдали. Вот поэтому мне очень интересно, про то, сдержит ли он вот этот курс при поддержке тех, кто говорит на русском языке, если он сам на нем наговорил после того, когда подписали мовный закон. Да, провокация Лешко, Лешко только, я думаю, добавит каких-то баллов, потому что все-таки на инаугурации вставив речь, и первая фамилия политика, которую назвал фактически новый украинский президент, это было Лешко, я думаю, ему даст тоже много каких-то, наверное, козырей. Немножко было пафосно в речи, потому что для многих ясно, что он должен был и так уволить главу СБУ, министра внутренних дел и так далее, но, учитывая то, что многие люди вообще не понимают, что происходит в политике, а новости напишут именно так, что Зеленский призвал уволить главу СБУ. Звучит для новости классно и эффектно, хотя это на самом деле обычная процедура. Шикарная идея по поводу лишения депутатской неприкосновенности, первое тоже, что было сказано, конечно, как прореагирует РАД, опять же, который распустят и не распустят, здесь сейчас уже начинается такой сериал, который мы с вами только будем наблюдать, потому что коалиции давно не существует, и вот кто сейчас, с чья стороны перетянет. Однако, безусловно, на парламентских выборах ситуация тоже будет довольно интересная, посмотрим, что Зеленский будет предлагать именно своей партии, которая обещает тоже набрать довольно много голосов. От себя я могу сказать, что я поверил этому человеку, не голосую его, я готов работать с человеком таким, если у меня бы предоставилась возможность работать в команде Зеленского, до тех пор, пока я не разочаруюсь в векторе того, что я смогу спокойно использовать русский вектор, того, что никто не будет плевать на мои ценности, на ценности праздника 9 мая, например, для меня, так же, как и на многих украинцев, когда будет восстановлено транспортное сообщение с Российской Федерацией для того, чтобы простые люди могли ездить, даже для того, чтобы вот эти зарубичане, которые там работают, могли спокойно вернуться в страну, для того, чтобы действительно понимали, что нет каких-то границ для простых людей, потому что больше всего пострадали простые украинцы. И если слова президента были такими, что каждый из вас Зеленский, каждый из вас президент, который хочет делать страны, мне бы очень хотелось посмотреть, какова будет обратная связь с президентом. Я могу сказать, что я обязательно напишу команде Зеленского, понимаю, что сам он, конечно, не сможет прочитать все то, что ему пишут. Мне будет интересно, получу ли я ответ от нового президента, выслушает ли он мои предложения, потому что я знаю, что меня поддерживало очень многих людей в моих политических начинаниях, в моей общественной позиции. И я бы этот курс был бы рад продолжить. Но подведет или не подведет, покажет только время. Но все равно я хочу поздравить всех украинцев с этим днем, потому что, как бы то ни было, это начало чего-то хорошего. Я в это верю. Давайте поверим всем. До новых встреч. Теперь все мои видео на моем канале Владимир Ларин.